Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и в этом ролике мы продолжаем обсуждать явление филотаксиса, которое состоит в том, что в разных спиральных структурах, встречающихся в природе, числа спиралей, закручивающихся в ту и в другую сторону, не произвольны, но чаще всего они выражаются двумя последовательными членами последовательности Фибоначчи. Ну, например, здесь, в этом ананасе, в одну сторону закручивается 8 спиралей, а в другую 13, а вот здесь, в этой корзинке подсолнуха, в одну сторону закручивается 54 спирали, а в другую 89 в наружной ее части. И если вы еще не смотрели первый ролик, то я всячески рекомендую вам остановить это видео, сначала посмотреть тот ролик, ссылка здесь внизу под видео, а потом уже переходить сюда, потому что я буду существенно опираться на то, что уже было сказано в первом ролике. Ну, тем не менее, для тех, кто его посмотрел, а даже тем, кто его посмотрел, я рекомендую его еще раз пересмотреть, это будет полезно. И все-таки, краткое содержание предыдущей серии, но мы от рассмотрения ананасов и подсолнухов перешли к модели спирали, накручивающейся на цилиндр и выяснили, что вообще говоря, спирали с любыми индексами, то есть с любыми количествами спиралей, закручивающихся параллельно друг к другу, они происходят от первоначальной спирали, которую называют также генетической, накрученной на цилиндр и так, что здесь у меня по очереди идут отмеченные точки. Ну, и я эти точки нумерую, приняв какую-то из них за 0, а дальше вверх у меня идет 1, 2, 3, 4, а вниз наоборот идет минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и так далее. Ну, и всякие следующие выводы были сделаны, но тем не менее, в том предыдущем ролике мы рассматривали такую кристаллографию спиралей и оставили подвешенным вопрос, если здесь мы можем мысленно выделять спирали с любыми индексами, то почему в подсолнухе и в ананасе выделяются не абы какие спирали, но именно спирали с индексами фибоначчевыми числами? И на этот вопрос мы будем сегодня отвечать, наш ответ будет связан с рассмотрением золотого сечения и структур золотым сечением порождаемых, так что я думаю, что все это будет очень интересно. И нам понадобится дальше кое-какая математика и в частности такой факт. Я здесь покрасил числа фибоначчи, стоящие на четных и на нечетных местах в разный цвет, чтобы хорошо было видно. И если взять два соседних числа, стоящих на нечетных местах и перемножить, то это произведение будет на единицу больше квадрата числа, стоящего между ними. Ну, например, 5 и 13 это 65, а 8 в квадрате 64 и надо добавить единичку, чтобы уравнять. А если взять числа, стоящие на четных местах и перемножить, то получившееся произведение будет на единицу больше квадрата числа, стоящего между ними. Ну, опять же, к примеру, 8 и 21 это 168, а 13 в квадрате это 169, надо отнять единичку, чтобы уравнять. Ну, это все, конечно, доказывается, но я доказывать не буду, а кому интересно, тот пусть докажет самостоятельно. И теперь мы сделаем следующий шаг, в котором сопоставим между собой вот эти видимые, идущие в две стороны спирали, которые, как мы помним, называются парастихами, и вот такую воображаемую, мыслимую генетическую спираль, на которую нанизаны все чешуйки, и вдоль которой они пронумерованы целыми числами. И я возьму какую-нибудь чешуйку ананаса и присвою ей на генетической спирали номер 0. А теперь я сделаю такое действие. Я от этой чешуйки пойду по спирали в одну сторону и в другую, до того места, где эти спирали снова сойдутся. И спрошу, а вот эта чешуйка, ну, здесь она почти не видна, на которой эти две спирали сошлись с другой стороны ананаса, какой номер на генетической спирали она имеет? И теперь смотрите, раз у меня вправо вверх идет 8 спиралей, то, как было сказано в предыдущем ролике, от зерна с номером 0 будут идти зерна с номерами, которые делятся на 8, то есть 8, 16, 24 и так далее. И в точности так же, раз влево вверх идет 13 спиралей, то от нуля будут идти зерна, которые, номера которых делятся на 13. 13, 26, 39 и так далее. Ну, а стало быть, когда эти две спирали сойдутся на другой стороне ананаса, то зерно, которое стоит наверху, будет делиться и на 8, и на 13. Ну и стало быть, его номер будет 8, 13, 104. А теперь мы пришли к главному вопросу этого ролика. И вопрос этот звучит так. Если в этом направлении у нас идут спирали с индексом 8, а в этом направлении спирали с индексом 13, и зерно с номером 0 находится на разрезе цилиндра на его краю, на берегу. И вот эти две спирали сходятся вот здесь, в зерне с номером 8, 13. То где на этой схеме находится зерно с номером 1? На какой угол от зерна с номером 0 оно стоит? Если вот это у нас угол в один оборот, то какую долю полного оборота этот угол составляет? Ну, смотрите, вот у нас здесь стоит зерно с номером 1, где-то дальше зерно с номером 2, потом с номером 3 мы выскочили и как бы пошли по второму кругу, где-то мы через несколько оборотов придем к зерну с номером 8, потом еще покрутимся, придем к зерну с номером 13, и так набирая обороты мы придем к зерну с номером 8, 13. А теперь, если я вот эту единичку чуть-чуть сдвину со своего места по генетической спирали на какую-то такую дельточку, то вот это зерно сдвинется уже не на дельточку, а на 8,13, на 104 от этих дельточки сильно уйдет. Поэтому положение вот этого зерна в единицу, оно как бы определяет все остальное. Говорят, что вот это угол расхождения, угол дивергенции, который отчитывается по генетической спирали в долях оборота, и он определяет здесь все. И вот этот вопрос нас и ведет к понятию золотого сечения. А теперь нам надо вспомнить соотношение, которое было выведено в начале этого ролика. 1 плюс 8,8,64 это 5,13. 5,8 и 13, 3 последовательных числа Фибоначи в этой истории. После чего мы посмотрим на чертеж. И хотя вот эта единичка, она чуть-чуть приподнята вверх от линии, соединяющей нулевое зерно с самим собой. Но в грубом приближении можно считать, что она находится на этой линии. И тогда увидит здесь 2, а на самом деле и 3 подобных треугольника. И у этих треугольников вот эта сторона это пятерка, а вот эта сторона 13. Значит и здесь угол дивергенции тета относится к целому, к единице, к полному обороту. Примерно как 5,13. То есть это отношение двух чисел Фибоначи, взятых через одно. Ну и понятно, что это соотношение будет выполняться и в общем случае. А теперь мы должны найти отношение n плюс второго числа Фибоначи к n тому, ну при достаточно больших n. И вот у меня записано соотношение порождения чисел Фибоначи. nt и n плюс первое в сумме дают n плюс второе. Ну и мне будет удобнее для дальнейших выкладок. n плюс первое число обозначить х, nt, единица минус х, а их сумма взята за единицу. Теперь второе соотношение вот с этими произведениями. fn плюс первое в квадрате это fn t умножить на fn плюс второе. Ну и тут еще стоит плюс-минус единица. Но когда числа Фибоначи достаточно велики, этой единичкой можно в этом соотношении пренебречь. И записать квадратное уравнение. Х в квадрате это примерно равно произведению единица минус х умножить на fn плюс второе это единица. Мы переписываем это квадратное уравнение в привычном виде, решаем его и получаем, что х, то есть большая доля вот в этой структуре, это корень из 5 минус единиц пополам 0,618. Все обрадовались и сказали, вот мы и добрались до отношения золотого сечения. Ну а соответственно единица минус х это 3 минус корень из 5 пополам 0,382. И в этой структуре теперь, если мы этой единичкой пренебрегли плюс-минус единичкой, целое относится к большей части, так же как большая часть относится к меньшей. Еще одно определение золотого сечения. Ну и таким образом мы знаем угол дивергенции в нашей математической модели. Он составляет 0,382 от полного оборота. Настолько надо отступить от нулевого зерна, чтобы поставить первое, от первого до второго, от второго до третьего и вот так накручиваться дальше по генетической спирали с равными шагами. И вот мы покончили с математикой, а сейчас мы займемся моделью вот этого подсолнуха. И вот я беру первое зерно и ставлю его на расстоянии а от отмеченного центра. Потом делаю поворот на угол тета и ставлю второе зерно на расстоянии а корней из двух. Еще один поворот на угол тета. Зерно на расстоянии а корней из трех. Ну и так далее шаг за шагом. Вот здесь у меня четвертое нарисовано, потом было бы пятое, шестое. Углы все время прибавляются одни и те же. А радиусы растут как квадратные корни из номеров. Почему квадратные корни? Ну когда я возьму в четыре раза больше зерен, у меня будет радиус в два раза больше. Ну и соответствующая площадь круга, в котором это все распределяется, будет в четыре раза больше. А это означает, что при таком росте на каждое зерно будет приходиться одна и та же площадь, которая прибавляется к этому кругу. И вот я начал с нулевого угла расхождения. Он увеличивается, увеличивается, но в центре мы все еще видим одну спираль, а снаружи мы видим такие множные спирали иногда появляются, иногда все замазывается. и бывает, что эти спирали вот так, как сейчас, да все происходит очень быстро, доходят за центра. Вот их было шесть, сейчас будет пять. Снова все размазалось. То появляются, то исчезают. Четыре спирали, это был угол расхождения в 90 градусов. Идем дальше. Когда будет 3, это будет угол 120 градусов. Вот они начали вырисовываться. А где-то там и наши 100... Сколько там? 138, да? Вот где-то мы к ним подходим. Возможно, они были здесь. Может быть, здесь. Спиралей снова стало много. И появились две выходящие из центра. Значит, мы приближаемся к концу. И вот 180 градусов. И все так быстро пробежало перед нашими глазами, что, наверное, стоит остановиться и на некоторой картинке посмотреть более внимательно. Что касается угла золотого сечения. А он, если перевести его в градусы, составляет 137,5 градусов. Мы видим аккуратно, равномерно заполненную корзинку. Но давайте угол немножко изменим и сделаем его на полградуса меньше, 137. И корзинка сразу перестала быть равномерно заполненной, потому что в ней прорисовались какие-то спирали и пустоты между ними. И в другую сторону, 138, мы получаем то же самое отклонение от равномерного заполнения. Но как природа выстраивает угол расхождения с такой точностью? Ровно 137,5 градусов на каждом шаге. Казалось бы, ну вот эти небольшие отклонения невозможны туда или сюда. Но мы видим, что сразу же картинка становится не такой хорошей. И с другой стороны, когда все мельтешило, там попадались по ходу дела и другие хорошие картинки. Вот, например, 99,5 градусов. Здесь тоже все заполнено равномерно. И, между прочим, спирали в этой картинке соответствуют ряду, который начинается с единицы и тройки. 1, 3, 4, 7 и так далее. У такой последовательности даже есть особое название. Это последовательность люка. Или вот, 7,9 градуса. Тут тоже все заполнено равномерно. И последовательность числа, и индекса спиралей в этой картинке. Они соответствуют ряду, который начинается с чисел 1 и 4, а дальше 5, 9 и так далее. И, между прочим, в природе вот такие отклонения от стандартного классического филотаксиса тоже иногда случаются. Ну, ряду начинающегося с чисел 1 и 3. Примерно 5% подсолнухов они удовлетворяют этому соотношению. А на 1, 4 остается 1% подсолнухов. Ну, и, в общем, это означает, что мы опять довольно глубоко продвинулись в понимании. Но пока что не понимаем, как происходит само формирование такого рода корзинок. И с этим надо разбираться. И тут уже математики недостаточно. Начинается физика. И этому будет посвящен наш следующий ролик. А что касается заключительного вопроса, ну, вы можете попытаться как-то объяснить, как происходит такое формирование. Ну, хотя бы на пальцах попробовать и написать свои соображения в комментарии к этому ролику на YouTube.